Спасибо, что вы пришли на этот семинар, посвященный преодолению сексуального желания. Мы часто видим, что преданные в большей или меньшей степени напуганы материальной стороной жизни. И в особенности это проявляется в страхе сексуальной жизни. Потому что говорится, что это ловушка материального мира. И зачастую, что мы делаем, мы или игнорируем, или подавляем в себе эти желания. Но фактически это не работает. И поэтому нам следует хорошо этот предмет изучить и понять, как работать с этой энергией. Первое, что необходимо понять, это то, что каждое существо, находящееся в материальном мире, имеет сексуальное желание. И тот факт, что мы имеем это сексуальное желание, еще сам по себе не означает, что мы очень-очень падшие. То есть, имеем мы сексуальное желание не в результате того, что мы падшие, а в результате того, что у нас есть материальное тело. Сегодня мы поговорим о том, как работать, взаимодействовать с этой материальной сексуальной энергией. И постепенно, со временем, по мере своего развития, мы обретаем способность преодолеть сексуальное желание. То есть, как мы уже сказали, все, все в материальном мире имеют сексуальное желание. Даже Господь Брама погнался за собственной дочерью в порыве сексуального влечения. Господь Шива проявил сексуальное влечение, погнавшись за воплощением Кришны Махини Мурти. Господь Шива является олицетворением самоконтроля, но под влечением к Кришне Мурти он потерял эту способность. И также мы также понимаем, что великий царь, который великий царь, Панду, он покинул этот мир из-за неконтролируемого сексуального желания. И Прабхабхада говорит, что есть четыре требования материальной жизни. Сон, еда, секс, оборона. Если мы пойдем таким путем, если мы сможем преодолеть желание есть и желание спать, то, наверное, мы можем преодолеть желание совокупляться. Но, скорее всего, этого не произойдет. Поэтому с этим надо работать. В Шримад Бхагаватам Шилапрубада пишет, Будь вы человеком, полубогом или птицей, животным, мухой или рыбой, деревом или любым растением. Основным фундаментальным принципом вашей жизни является сексуальное желание. То есть, нас просто ставят перед этим фактом. И нам необходимо понять, как с этим работать. И мы начинаем с того места, где мы находимся сейчас. Говоря другими словами, нет смысла притворяться, кем мы не являемся сейчас. В этой связи я могу рассказать небольшую шутку. Однажды один человек потерялся и начал спрашивать прохожих. И одного человека он спросил, как пройти, и человек начал ему объяснять. Он сказал, но тебе надо начать не с этого места, тебе надо лучше начать с того места, потому что оттуда ближе идти. Нет, это шутка. Можно смеяться. Можно расслабиться. То есть, надо начать, там нельзя как бы начать с другого места, где вы находитесь. То есть, работа начинается с того места, где я сейчас нахожусь. Мы обусловленные души. Мы находимся в материальном мире множество жизней. И обусловлены мы все эти жизни были сексуальными взаимодействиями. Девушки, пожалуйста, предвиньтесь, чтобы у тех, кто проходит, была возможность садиться. Ровно с того места, где мы остановились в прошлой жизни, мы начинаем в этой. Были мы в прошлой жизни, контролировали мы свои чувства прошлой жизни или не контролировали, с этого мы начинаем в этой жизни. Хорошая новость заключается в том, что нам дан очень могущественный процесс садднабхакти. И садднабхакти мы можем очиститься от своих прошлых привязанностей. Эта практика дает возможность вернуться к Богу за одну единственную жизнь. В Бхагавад-Гите Господь Кришна утверждает, что оплотом вожделения стали чувства, ум и разум. И в этом смысле вожделение является или сексуальным желанием, или проявлением привязанности к материальным вещам. И для этого нужно очищать, соответственно очищать чувства, ум и разум. И поэтому у нас есть эта практика садднабхакти, которая позволяет очищать. И на самом деле нет необходимости в каких-то побочных процессах. Прабхупада говорил, нет необходимости от чего-то отказываться. Просто надо добавить в свою жизнь воспевание Харе Кришна. И этот процесс садднабхакти. Со временем мы очищаемся. То есть очищаются чувства, ум и разум. Я хотел бы начать с течения некоторых комментариев данных Прабхупада относительно сексуальной жизни. И я прочитаю отрывки из некоторых ранних писем, датируемых 67-м годом. Прабхупада говорит, что в письме Рай Раму, 4 октября 1967. В письме Рай Раму Шрила Прабхупада пишет. Прабхупада говорит, что в том, чему я учу, не выступает против сексуальной жизни. Но философия сознания Кришны показывает нам, что сексуальная жизнь – это причина нашего обусловленного существования в материальном мире. Поэтому продвинутый практикующий сознание Кришны должен очень хорошо уяснить, что сексуальная жизнь должна быть также вмонтирована в сознание Кришны. То есть лучше всего ее избежать. Но если это невозможно, ее надо вмонтировать в сознание Кришны при помощи регулируемой семейной жизни. Также другой отрывок в письме Гаргамуни, также 67-го года. Он пишет, теперь ты женился, и у тебя есть возможность вступать в сексуальные отношения. Но ты должен отрегулировать их. По мере того, как наше сознание Кришны будет развиваться, желание чувственных наслаждений будет уменьшаться. Потому что неконтролируемое чувственное наслаждение является причиной развития новых материальных тел. И для того, чтобы наше тело не причиняло нам слишком много беспокойств, гораздо лучше разработать регулируемый порядок материальной жизни. И для того, чтобы эффективно исполнять практику сознания Кришны. Также в другом песне Рай Раму он пишет об одном преданном. Он говорит, я был удивлен, узнав, что произошло с Дамодаром. Если ему нужны эти сексуальные отношения, кто ему запрещает? Мы не отвергаем человека, имеющего сексуальную жизнь. Единственное, чего мы хотим, это того, чтобы сексуальные отношения были допустимы только в заключенных браках. И также отрывок, последнее письмо, это Бхакти Джану, Прабху 68-го года. Если ты хочешь, если ты чувствуешь потребность в сексуальных отношениях, то ты можешь просто жениться. Но то, чего тебе нельзя, это вступать в незаконные сексуальные отношения с какой-нибудь представительницей Майи. Потому что это заблокирует твое духовное развитие. Мы не запрещаем сексуальную жизнь, но мы не позволяем незаконных сексуальных отношений. Потому что для молодого человека очень сложно контролировать сексуальное желание. Поэтому лучшее, что он может сделать, это жениться и жить благочестивой жизнью. Потому что безответственный человек не может совершить прогресса ни материального, ни духовного. В этих отрывках можно увидеть, что Прабхупада очень конкретно высказывается относительно сексуальной жизни. То есть он определяет сексуальную жизнь как сексуальное отношение вне брака. Некоторые у нас в обществе определяют незаконный секс как секс без стремления к зачатию детей. Но мы не видим, чтобы Прабхупада давал такое определение. И мы должны быть очень очевидны в том, что мы должны быть очень очевидны в понимании этого. То есть я... Не, что Прабхупада никогда не сказал так. Прабхупада, он показывает, что это более высокая платформа. То есть я, чтобы правильно здесь перевести, потому что такой противоречивый момент. То есть в нашем обществе есть утверждение, что сексуальная жизнь, то есть под незаконным сексом подразумеваются все отношения помимо зачатия детей. И Ношила Прабхупада вот так именно это не указывает. Он говорит, что это высочайшая платформа, но также в категорию законные сексуальные отношения входят также другие виды отношений. То есть это определенное наставление, которое динамично по своей природе. То есть минимальный уровень означает никаких сексуальных отношений, кроме своего супруга или супруги. Так же искусственные виды стимуляции, как мастурбация и анонизм, также относятся к незаконному сексу. То есть в соответствии с различными гунами материальной природы мы можем увидеть различные аспекты сексуальной активности. Иметь секс с кем угодно, в любое время, без каких-либо ограничений, это проявление гун и невежества. Затем идет смесь гун и страсти и невежества. То есть смесь страсти и невежества – это сексуальные отношения в браке на основе взаимного влечения, то есть любви, но без стремления, без желания зачать детей. Это смесь страсти и невежества. Следующий уровень – это гун и страсти с примесью гун и благости. Это сексуальные отношения в законном браке с желанием зачать детей. И следующий уровень – это страсть, смешанная с чистой благостью, с трансцендентной благостью. Это происходит, когда пара совершает необходимые обряды, называемые самскарой, и зачатие происходит под влиянием этих самскар. Поэтому Кришна в Бхагавадгите утверждает, что я есть сексуальная жизнь, не противоречащая религиозным принципам. То есть, отсюда мы видим, что существует возможность иметь сексуальные отношения тем методом, который совершенно не противоречит учению Кришны. И следующий момент, которого бы мне хотелось коснуться – это физиология наших физических тел. И здесь я хотел бы также попользоваться материалом одного из… Вильгельма Райта. Одного из продвинутых учеников Зигмунда Фрейда. Он изучал психологию сексуальных отношений. И наряду с физиологией сексуальных отношений. И на эту тему он написал несколько интересных книг. Перед тем, как процитировать из его трудов, я хотел бы заметить, что я не на 100% согласен со всем, что он говорит. Изучая живые существа, он пришел к выводу, что каждая из них обладает то, что он назвал биологической сексуальной энергией. И он заметил, что эта энергия имеет тенденцию к росту внутри живого существа, постоянно к накоплению и росту. И в живом существе эта энергия создает своего рода возбуждение. И он заметил, что необходимо время от времени эту энергию куда-то сливать. И он заметил, что возможность полностью избавляться от этой энергии в парах, в семейных парах, которые были эмоционально, имели эмоциональное отношение с друг другом. Эта способность очищаться от этой энергии гораздо выше. И действуя таким образом, правильно направляя эту энергию, эти пары, они достигали высокого уровня психологического, психологической атмосферы в собственной семье. И также он заметил, что другие виды сексуальных отношений, будь то какие-то извращенные, однополые, или за деньги, или что-то подобное. Они не полностью освобождают, не полностью растрачивают вот эту энергию, которая у нас накапливается. И в результате происходит то, что эта энергия, даже несмотря на активную, казалось бы, какую-то жизнь сексуальную, энергия все же накапливается. И поэтому вот этот сексуальный аппетит, он только возрастает. Но когда происходит полный выброс, как бы полное задействование этой энергии, сексуальный аппетит, он полностью снижается, не сходит на ноль. Он заметил, что в парах, когда партнеры по-настоящему любят друг друга, вот эта способность к сексуальному удовлетворению, она гораздо выше. И она позволяет полностью достигать удовлетворения. И он также заметил, что такие формы нравственных устоев, при которых люди вынуждены подавлять свою сексуальную энергию, порождают различные неврозы и неврозы и ментальные проблемы. Когда сексуальная энергия подавляется, когда она не задействуется должным образом, то то, что происходит с человеком, у его тела формирует, как бы, своего рода броню, определенную эмоциональную, физиологическую броню. То есть, другими словами, мы себя ограничиваем. То есть, мы создаем вокруг себя такую броню определенную, то есть, защитную такую зону, при помощи которой мы можем взаимодействовать вот в этом конкретном обществе с определенными нравственными устоями. Но, что происходит, как побочный продукт этого? Происходит то, что энтузиазм к жизни у нас снижается. Потому что, таким образом, ограничивая себя, мы также и ограничиваем свою способность жить полной жизнью. В 20-х и 30-х годах, 20-го века он работал и проводил исследования в Германии и в Австрии. И он заметил, что большинство людей страдают от этого недуга, от скованности. И он заметил, что это основная причина, по которой люди становятся одинокими в этом мире. И с другой стороны, мы можем заметить, что также наши ачарии, они также отвергают вот эту идею подавления желаний. В своей книге Бхактия Лога Шрила Бхактия Лога, Шрила Бхактия Лога, он также осуждает идею подавления. Другими словами, в сознании Кришны мы не пытаемся остановить наше желание, потому что остановка желаний — это проявление имперсональной философии. Мы пытаемся все эти желания связать с Кришной. И действуя таким образом, мы достигаем очищения постепенно. Безусловно, вот это накопление сексуальной, то есть эта энергия начинает проявляться, конечно же, в тот период пубертивный, как он называется, то есть вот это полового созревания, ранний подростковый возраст. Therefore, the Vedic culture would marry the boys and girls at a very early age, so that immediately, as soon as puberty begins, they would have a partner with whom they can share this desire. They were getting engaged at a very early age. I'll explain more. Could they live together? Yeah, I'll explain more. Извините. И поэтому в Vedic culture происходило то, что мальчиков и девочек очень в разном возрасте их помолвку, да, делали помолвку, и... So, he gives an example, his grandmother was married at the age of seven. Prabhupada, Prabhupada's grandmother. Seven. Prabhupada приводил пример, что его бабушка женилась в семь лет. His mother was married at the age of nine. Вышла замуж, простите. His mother was married at the age of nine. А его мать в возрасте девяти лет. His wife was eleven years old when he married her. And he explains that when the child, in that culture, the boy and the girl, the parents, who have intelligence to understand, you know, how this world works, they would see this family and this family are compatible. И то есть, то, что происходило в этой культуре, в которой люди были способны видеть реальность, как она есть, видеть то, что происходит. И они видели совместимость семей. И они таким образом устраивали браки мальчиков и девочек. И у них не было умственных беспокойств. Они с сопленного возраста знали, у меня есть муж и у меня есть жена. И поэтому у них даже не происходило вот такого стремления, как бы, насмотреть на кого-то другого. Завтра мы более детально коснемся этих вещей. Потому что завтра мы будем говорить о семейной жизни в сознании. И больше поговорим о браках, о заключении союзов с супружением. Идею, которую хочется сегодня донести, это то, что когда в культуре есть эта возможность с раннего детства уяснить, что вот это моя жена, это мой муж. Это позволяет избежать вот этого желания смотреть по сторонам, искать себе партнера. И поэтому в этой культуре, в которой была возможность с самого начала, с самого возникновения этого желания каким-то образом эту энергию задействовать, это не приводило к формированию вот этой скованности, вот этого защитного поля от других людей. И Райт, он проводит важное различие между обетом и запретом, то, что мы называем. То есть между нравственностью уясненной самим человеком и тем заказом и теми запретами, которые нам дает общество. И он объясняет, что что происходит, когда у человека нет возможности естественным образом отправлять свои как бы физические нужды. В обществе возникает необходимость установить какие-то жесткие запреты, потому что эта энергия накапливаясь, она приводит к извращениям. То есть он говорит, что здоровая сексуальная жизнь, при наличии здоровой сексуальной жизни, человеку не придет даже в голову обратиться к продажным женщинам. Исчезают также всякие садистские, садомазохистские вот эти вот мысли. То есть сама идея о том, что я имею право на сексуальную жизнь, я должен ее иметь. Как бы сама идея является уже извращенной определенной. Когда у человека есть здоровая сексуальная жизнь, такие мысли у него не возникают. Также у него не приходят идеи вот эти о развращении детей. И также в обществе уходят такие явления, как социальная напряженность и чувство вины. Другими словами, когда сексуальная энергия правильным образом направлена, тогда достигается умиротворение ума. То есть, таким образом, Райт, он начал что-то своего рода сексуальной революции. И сделал он это для того, чтобы люди имели возможность воплощать свои потребности соответствующим образом. То есть, его идея состояла в том, что здоровое общество допускает здоровые сексуальные отношения. Но в то же время, здоровая духовная культура позволяет человеку идти по пути постепенного снижения этих сексуальных желаний. Мы понимаем, что эта энергия является естественной, природной, и она является атрибутом материальной жизни. Но, с другой стороны, благодаря нашему знанию, благодаря обучению сознания Кришны, мы можем уяснить, что именно эта энергия является оковами материальной жизни. И поэтому, нам остается только изучить, как постепенно ее уменьшать. И затем, для того, чтобы в конечном итоге полностью избавиться от нее. И делать это не искусственно. То есть, существует внутри сознания Кришны, существует метод, как это сделать. И теперь мы поговорим о том, как преодолеть сексуальное желание. Первое, с чего начинается это преодоление, с желания ее преодолеть. То есть, мы не сможем остановить эту энергию до того момента, пока у нас не возникнет желания ее останавливать. То есть, здесь, на этом уровне может происходить такой внутренний конфликт. Конфликт заключается в том, что на уровне разума, при помощи интеллекта, я осознаю, да, ее надо остановить. Но, в то же время, я вижу, что желание остается во мне. Что же мне делать? Здесь я хотел бы поделиться с вами очень важным принципом. В Бхагавадгите Кришна объясняет свое положение. В этой шлоке Шлепропада объясняет о том, что Кришна говорит о том, что он является верховным наслаждающимся, верховным контролирующим и другом всех живых существ. Есть Бхагавадгита у кого-нибудь? Мне вот на стойке там можно попросить, наверное. То есть, это положение Кришны. Он верховный наслаждающийся. В девятой главе Бхагавадгиты, стих 24, Кришна объясняет, что происходит с живым существом, когда она пытается занять его положение. Текст гласит, я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг моей подлинной духовной природы, обречены на падение. Кришна здесь говорит, я единственный наслаждающийся. И он говорит, что те, кто не осознают вот этой моей роли, они падают. И падение означает покрытие гунами, майей. До того момента, пока у меня сохраняется до какой-то степени мнение о себе, как о наслаждающемся, мы не сможем остановить это желание или даже не сможем развить желание его остановить. Потому что в этом умонастроении, не наслаждающегося, уже заложена сексуальная жизнь. Во вчерашней лекции более детально говорилось об этом моменте, который сейчас нет возможности так же детально это обсуждать. Это очень важный момент, который нужно понять. Поэтому я рекомендую тех, кто серьезно исследует этот семинар, также вернуться к предыдущей лекции, где говорилось о самоосознании на основе Бхагавадгиты. И затем, вернувшись к этой лекции, можно будет глубже осознать моменты, обсуждаемые здесь. То есть, когда я чем-то наслаждаюсь. Допустим, я ем вкусную пищу. Она доставляет мне удовольствие. Очень вкусное. И где происходит этот опыт? На языке? В уме. То есть, ум является центральным пунктом всех чувств. Чувства, они приносят все эти ощущения в ум. И ум он наслаждается ими. При помощи процесса сознания Кришны. Мы учимся брать ум под контроль. При помощи воспевания Джапы. Потому что, когда мы воспеваем Джапу, мы сосредотачиваем наше сознание на имени Кришны. Таким образом, мы учимся, не позволяем уму разбредаться, медитировать на различные объекты. И это является элементом всех видов йоги. Вот этот метод контроля ума. Мы должны быть в этом, чтобы мы прийти к моменту, чтобы быть осознанным нашей сознания. То есть, и в чем смысл этого контроля ума? Этот контроль ума позволяет в итоге нам стать сознающими собственное сознание. То есть, это позволяет нам отстраниться от собственного ума и посмотреть со стороны на то, что происходит у нас в уме. И в итоге мы можем посмотреть на все со стороны и увидеть, пытаюсь ли я быть наслаждающимся. И в этот момент я должен вспомнить о Кришне. И я могу понять, что вот то, чем я пытаюсь наслаждаться, на самом деле предназначено для наслаждения Кришны. И таким образом вспомнив, что на самом деле то, чем я пытаюсь наслаждаться, принадлежит Кришне и предназначено для его наслаждения, позволяет мне ощутить себя слугой. И таким образом избавиться от этого осознания наслаждающегося. Это процесс, который требует практики. Но благодаря постоянной практике человек обретает возможность увидеть вот это свое умонастроение наслаждающегося. И когда мы сможем, если мы сумеем изменить вот это умонастроение наслаждающегося, в результате мы сможем постепенно свести на нет и сексуальную жизнь. С другой стороны, это достигается также при помощи укрепления разума. И укрепление разума достигается при помощи слушания Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам и также воспевания Харе Кришна. И поэтому, когда разум достаточно укрепляется, человек явственно видит, что вот это сексуальное желание доставляет мне больше всего проблем, и у него возникает желание отстраниться от него. И таким образом, через разум, благодаря укрепленному разуму, может возникнуть это желание в уме отказаться от сексуальной жизни. Что еще мы можем сделать? Много лет назад я изучал книги Шилы Прабхупады на предмет того, что он говорит об этом. И он постоянно повторяет нам, что мы должны предаться Кришне. Я начал применять этот процесс. И что я делал? Каждый раз, когда у меня возникало сексуальное желание, я начинал размышлять о лотосных стопах Кришны. То есть, у каждого может быть свой метод, но я поделюсь своим. То есть, где-то передо мной, чуть выше меня, я представлял Кришну и Шимати Радхарани. Я очень смиренно таким образом в своем уме подходил к Кришне и подносил голову к его стопам, то есть, становился под его стопы вот так. И я ощущал прохладу, исходящую от лотосных стоп Кришны, которые охлаждали вот этот жар материальных желаний, материальной похоти в уме. И в моем случае это очень-очень хорошо работало. Но для этого, перед этим необходимо сделать выбор, чего я хочу, Кришну или Майю. То есть, если мы хотим Майи, мы медитируем на половые отношения. И, конечно же, если мы позволяем этой медитации состояться, то в итоге контроль тела, чувств становится невозможным. И Прабхат говорит, Кришна вам поможет. Шилапхат сказал, у вас же все существует, у вас есть книги. Он сказал, изучайте книги, следуйте наставлениям. Не так, что это невозможно, благодаря тому, что говорится в книгах, это возможно. И, более того, Кришна поможет. Потому, что Кришна, на самом деле, будет очень рад помочь. Очень важный момент, принять прибежище у стоп Кришны. Прабхат также говорит, что Невозможно преодолеть сексуальное желание, если человек не поклоняется Божеством. Особенно семейные люди должны иметь Дома Божества. То есть, если мы достаточно удачливы и живем вблизи Храма, то мы можем совершать служение Божеством в Храме непосредственно. В противном случае, у нас дома должны быть Божества, и мы живем, ощущая себя слугами этих Божеств. И это означает, что оба, муж и жена, должны совершать какие-то различные виды служения этим Божествам. Часто я вижу такое, что в семьях или жена, или муж совершают служение Божествам только. Но идея состоит в том, что оба партнера должны совершать служение Божествам. Два принципа. Принять прибежищу у лодственных столб Кришны и поклоняться Божествам. Мы хотим развивать отношения с Кришной. И в этом весь смысл поклонения Божествам. Это позволяет отказаться от материального самоотождествления и воспринять вот эту идею отождествления себя с Кришной и со служением Ему. Возможно, вы слышали семинары моих духовных братьев о том, какие анартхи олицетворяют демоны, которых убивает Кришна. При помощи чтения вот этих отрывков, в которых описываются убийства этих демонов, также достигается очищение вот от этих анартх, которые эти демоны олицетворяют. Шрила Бхактивинонатакхури объясняет, что если мы регулярно читаем, медитируем на эти отрывки, мы таким образом становимся кандидатами на милость Кришны при помощи. И Кришна сам устраняет эти анартхи из наших сердец. Но в то же время препятствия, которые олицетворяют демоны, которых убивает Баларама, эти препятствия должны быть преодолены самим живым существом. Кришна этого не делает. Один из демонов, которых убил Баларама, это Праламбасур. И Праламбасура улицетворяет внешнее исполнение Бхакти, сохраняя желание сексуальных отношений, денег и положения в обществе. Праламбасура олицетворяет гордость, стремление к противоположному полу, стремление к почестям и положению в обществе. Стремление к материальному комфорту, наслаждению. Бхактивина Таккура объясняет, что именно мы сами должны при помощи наших усилий преодолеть вот эти стремления. То есть это означает, что мы можем при помощи осознанного процесса Саддна Бхакти, серьезной практики Саддна Бхакти, преодолеть эти желания. И Кришна в этом поможет. Также, помимо того, чтобы медитировать на лотосные стопы Кришны, также есть возможность медитировать на игры Кришны и гопи. Хаягрива Прабху в ранние годы писал Шиле Прабхупаде, что у него сильное сексуальное желание и, возможно, он даже подумывал о том, чтобы жениться. Шиле Прабхупада написал ему, что поклоняясь Божествам, его можно преодолеть. Он пишет, что поклоняться Божествам должен каждый. И также другой секрет состоит в том, что если человека одолевают сексуальные желания, ему также следует медитировать на игры Кришны и гопи. То есть, идея состоит в том, что человек может размышлять об играх Кришны и гопи, но ему не разрешается их имитировать. То есть, у нас есть очень могущественный процесс Саддана Бхакти. Просто следуя этому принципу, все анардхи, все препятствия в сердце будут естественным образом исчезать. И не ожидается, что человек сможет сделать это немедленно. Закройте, пожалуйста, дверь. Это, безусловно, займет какое-то время. И со временем мы сможем оставить сексуальное желание. Но не пытайтесь сделать это искусственно. Подавление не поможет никому. Искусственное отречение не поможет. Необходимо взаимоработать с этой энергией ответственным образом. И постепенно при помощи общения с предными, при помощи серьезного следования, практики, мы достигнем уровня, на котором сможем почувствовать освобождение от этого желания. Здесь остановимся и перейдем к вопросам. Термин сам сексуального желания в России пришел где-то на огромное пространство, где-то в 80-е годы. Может быть там в академических кругах, там, если есть пусто, может быть он был. Но в народе, в культуре этого термина не было в России. И не было тогда сознания кричных. И, конечно, социализм, идея по-русски называют туристические, но без божественного регулирования как сознание кричных приемов там не было. Но там не было развращенности, распространенности, особенно все. И мода была такая закрытая, более-менее. Не было порнографии, в чем. Вот почему какой-то вот противоречий. Я просто поразил эту жизнь. И второе. Не могли бы нарастать термин «нахим», что означает содержание всех. И английский. Это мне такой переводчик сказал. Репейте вопрос first. Репейте вопрос. То есть вопрос состоял в том, почему такое противоречие. Все-таки в Советском Союзе не существовало даже термина «секс» до перестройки. Как бы он начал возникать при перестройке. Но все же, то есть не было как бы саддана бхакти, практики. Но в то же время не было и извращений каких-то. Не было вот так или иначе эта энергия контролировалась. В чем здесь причина. Ну как бы в чем фокус. И так же Прабу попросил объяснить смысл слова «секс» на английском и на хиндии. То есть разница, да? У вас же не было этого термина. Молодежь, но это как вот это мужчина в постели и целуются. Вот это все. Мы уже отношениях там. То есть ответ на первый вопрос, наверное, все-таки стоит обратиться с этим вопросом к отцу, к своему. Как бы, да? Или к дедам. То есть на самом деле так было. I don't know. То есть я не... I can't imagine... Of course, earlier in these earlier years there was much more sattva-gun. То есть, ну можно объяснить так, что вот в ранние годы было как бы больше сатва-gun, что ли. But there was certainly raj-gun and tam-gun at that time. Otherwise, we wouldn't be here. Но в то же время под этой сатва-gun, конечно же, была там-гуна и raj-гуна. Потому что в противном случае нас бы здесь не было. И вторая часть вопроса... Could you define the term in sex? Like in... Because in Russian we can't read it. Okay. In Hindi and in English. And by sex, we mean the act of coitus, the union of man and a woman. То есть, произнося секс, да, мы имеем в виду совокупление, то есть соединение мужской и женской. Now, there's many different ways to engage in sexual behavior. Но также существуют различные подступы, как бы, к этому, различные виды сексуального поведения. И то, что пытались сегодня здесь донести, это то, что правильный пример вот этого сексуального контакта, это законный, как бы, контакт, да, семейная жизнь. Какие нужно совершать самскары перед зачатием детей? What kind of samskaras should be performed before consumption? Прабхупада говорил, можно повторить 50 кругов мантры. Один преданный, подождите, переведу, потому что не все помните. Преданный один отреагировал. Ну, Прабхупада, если повторить 50 кругов, там уже никакого не захочется, уже никаких отношений вообще сексуального. Прабхупада сказал, да, это идея. Прабхупада сказал, вот-вот, в этом смысл как раз. Здесь представление о том, что надо все чувства занять в служении граждан. Спасибо. Куст, обоняние, ну, зрение понятно. Здесь просадцы, есть благовоние, слушать, отлично, не смотреть. А как заняться, что знаете, то есть, по аналогии с просадок. Я ем в процессе, который мы поговорили, вдруг чувствуете. Дальше, обрезание, это самое, как бы, наибольшее ухо наслаждение доставляет трогать объекты. Что трогать надо? Понятно, Прабхуп, сейчас спросим. Всем слышно, да, вопрос был? Как занять осязание, чувство осязания, подобно тому, как занимаются все остальные чувства. То есть, что нужно трогать? Ну, на самом деле, очень много чего можно трогать. Но, в основном, как бы, основное желание, это уже мужчин трогать женщин, а у женщин трогать мужчин, как бы. То есть, ответ начинается с того, что очень важно, чтобы в центре находился Кришна. Потому, что в отношениях между мужчиной и женщиной вероятность того, что Кришни забудут, очень высока. Поэтому, сперва, нужно укрепить разум. И таким образом использовать разум, который позволяет контролировать, он позволяет что-то делать, а что-то не делать. То есть, можно сказать так, не надо поддувать это пламя похоти. Как, допустим, в ведической культуре, в ведическом домашнем хозяйстве, для мужчин и женщин отводились разные части дома. То есть, в ведической культуре, очень ограничиваются отношения мужчин и женщин. То есть, то, что мы делаем, допустим, также применяем, это различные кровати, допустим, не спать вместе, мужчинам и женщинам. И проблема для нас состоит в том, что наше воспитание таково, что нам очень сложно уяснить эту необходимость ограничивать отношения мужчин и женщин, так как мы привыкли очень свободно взаимодействовать. Когда Шрила Прабхупада приехал и увидел такой образ жизни, он ввел уникальное совершенное явление в сознании Кришны. Он создал ашрам Брамачирини, то есть, чего до этого не было никогда, он создал ашрам для девушек, в которых их обучали, как вести жизнь в целибате. Он также совершал обряды бракосочетания для своих учеников. И так как он был саньяси, в Индии его подвергали жестокой критике за это. Но он видел, что в западном обществе это необходимо. Мы не можем отвергнуть природу. Идея стоит в том, чтобы действовать для того, чтобы контролировать эту энергию, ее как бы держать на минимальном уровне, а не усиливать. Когда я на прошлой неделе давал этот семинар на украинском фестивале, один преданный задал подобный вопрос. Вопрос был такой, могут ли помолвленная пара держаться за руки? То есть, с одной стороны, это не проблема. Но с другой стороны, когда этот контакт уже происходит, все сложнее и сложнее становится контролировать последствия. И чем дальше это заходит, тем сложнее это контролировать. Поэтому лучше минимизировать контакт. Вопрос был сейчас, в вашем семинаре прозвучали революционные идеи относительно того, что секс предназначен для зачатия детей. Так как некоторые духовные учителя даже дают такие наставления даже при инициации. Не встречаете ли вы противоречия своим таким взглядом? Да, да, ну, то есть, революционная идея состоит в том, чтобы в противоречии этому, как бы, утверждению, да. Да, да, да. Прабухи saw some revolutionary ideas in what you said about that sex, that we usually state that sex is only for consumption, yeah? Because some even spiritual masters, they stated, or even during the initiation, right? So do you meet any counter-fighting in the society with the ideas? I'm reading Prabhupada's instructions. То есть здесь мы говорили о наставлениях Prabhupada. То есть идеал действительно таков. Но нельзя ожидать чего-то, что невозможно. То есть есть так много шуток о том, что у нас всего лишь три принципа, а не четыре. То есть это правда? Я имею в виду, что это реальность. То есть, в принципе, не очень, с одной стороны, не очень хорошо давать кому-то наставления, которым он не может следовать. То есть это, по сути, уже результат, как бы, это уже достижение духовной жизни. И нельзя начать с конца. То есть мы начинаем с того, где мы находимся. То есть если требованием духовного учителя является, что в самом начале, с момента посвящения вы должны, вы не имеете права вступать в сексуальные отношения, кроме как с целью зачатия детей, может быть, не стоит принимать посвящение у этого духовного учителя. Со всем уважением к моим духовным братьям, большинство из них никогда не были женаты. То есть мои духовные братья — гуру, духовные учителя. То есть, не, не, духовные гуру, которые с саньяси. Мои духовные братья саньяси. Большинство из них никогда не были женаты. В нашем обществе мы можем вот, можно двух рук хватит, чтобы пересчитать людей, которые смогли вот всю жизнь сохранять безбрачие. То есть, эти люди действительно исключение. Большинство не может этому следовать. И поэтому нет смысла в том, чтобы чувствовать себя виноват, чувствовать вину по этому поводу. То есть, и вот есть идеал, я не могу ему следовать, поэтому что? Я падший, я вот чувствую постоянно чувство вины и не могу жить. Но это не является успешной формулой. И это причина, по которой я даю этот семинар. То есть, нормально иметь сексуальное желание. Это естественная часть материальной жизни. Но идея состоит в том, что постепенно, если мы продолжаем серьезную практику, вот эта практика позволит очиститься от этого желания. И завтра мы поговорим о том, как муж и жена в семейной жизни, как они взаимодействуют друг с другом, имея эту цель. Вопрос, да? Это первый вопрос? Или один? Первый вопрос был такой. Спасибо большое за лекцию. И все-таки хотелось бы спросить, какие практические советы можно дать для того, кто хочет оставаться в Брамачаре Ашраме, сохранять безбрачие. Спасибо за вашу лекцию. Это очень полезно. Но, в то же время, Прабху, он хотел спросить, что можно взять, чтобы сохранить себя в Брамачаре Ашраме? Я не знаю, почему вы задаете этот вопрос. Вы говорите, что Брамачаре имеет сексуальное желание, и он хочет сказать, что в Брамачаре Ашраме Ашраме. Можно пояснить, что в Брамачаре есть, то есть, идея в чем? Есть сексуальное желание, и он в то же время хочет остаться в Брамачаре Ашраме. Это очень редко. Я сам не являюсь вот этим пожизненным Брамачари, у меня трое детей, я был женат. Поэтому я не могу вам ответить. Лучше спросить какого-то Брамачаре, который всю жизнь оставался. В вопросе о поклонении Божествам, как это происходит, поклонение Божествам, и как уходит желание в процессе поклонения Божествам? То есть, мы очищаемся в процессе поклонения Божествам. То есть, это часть вот Саддана Бхакти. То есть, Прабхупада, он особенно давал это наставление поклоняться Божествам. То есть, я не могу прямо сейчас глубоко вдаваться в подробности, как это происходит, но вот это происходит. Вопрос. Если мужчина и женщина живут в однокомнатной квартире, как этот принцип разделения можно применить? Ну, можно что-то придумать, кажется. То есть, надо. Ну, в разных... Вопрос, как тем, кто... Семейные пары, понятно. А если человек же одинок, как ему бороться со своими сексуальными желаниями? Надо жениться. Кто из вас не женат? Поднимите руки, пожалуйста. То есть, нам необходим, на самом деле, в Исконе необходим департамент знакомств. То есть, если вам уже за 45-50, лучше уже отказаться от этой идеи. То есть, надо применять, о чем говорилось на семинаре, вот эти принципы, да? Но, так же мы видим, что преданные за 50 также вступают в браки. То есть, ну, принцип таков, что лучше законные отношения, чем незаконные. Другая проблема, конечно же, в обществе, как найти партнера хорошего. Процесс не таков, что просто вот как мы идем и в магазине выбираем себе объект. Ну, завтра попытаемся побольше об этом поговорить. Вопрос таков, что большинство современных брамачарей имели опыт сексуальных отношений в прошлом. И насколько к ним применим вот этот принцип постепенного отказа, когда они уже находятся в браках? Кажется, что это происходит резко, как в вашем случае. Продолжение следует... The question is, you mentioned that the process of, the slow process of reducing that material desires, but in a modern brahmacharya, ashram и нискан, yeah, mostly the brahmacharis, they had had experience before, yeah, sexual experience. And it looks like that they deny it, like not... They don't reduce it, they completely deny it, deny it. But for them, what does it mean to reduce it, if they deny it? Again, we have to work from where we are at. То есть, опять же, ответ заключается в том, мы можем начать с того места, где мы находимся только. We can't deny our own material nature. Мы не можем отказаться от материальной природы. We have to deal with it. Мы должны с ней работать. Our acharyas, they give us ways to do that. No. Prabhupada, you'll see, Prabhupada gives us a whole variety of instructions in regard to sex life. And he'll say that for a man particularly it's better, if he can tolerate the sex urge, better that he doesn't get married, because life is more simple. But if one's mind is always disturbed by sex desire, then one should deal with that. Но если ум постоянно бомбардирует сексуальные желания, то надо как-то с этим работать. И поэтому завтра будем говорить о браке и о том, как муж и жена могут ответственным образом взаимодействовать в браке. Вопрос таков, как сексуальные отношения после в браке, но не для зачатия детей, для инициированных преданных влияют на их духовного учителя. Потому что Манджи говорит, что один из старших квалифицированных преданных, говорит ей, что это один из важных, то есть больше вред, который наносится здоровью духовного учителя, происходит из-за вот этих отношений. Отношений как бы. Манджи, could you tell that, Манджи, she said that one of the qualified senior devotees told her that one of the main harm we may do to the health of the spiritual master for the initiated devotees is to engage in family sex life without intention of consumption. Прабхупада не давал таких наставлений. Мы все последователи Шрилы Прабхупада. То есть, какая-то часть преданных всегда имеет тенденцию к фанатизму. Фанатизм означает, что я могу искусственным образом стать продвинутым преданным. Я читал вам письма Прабхупады. Прабхупада говорил, что он давал наставления своим ученикам, у которых было сексуальное желание, он давал наставление жениться. И в чем тогда смысл? То есть, человек хочет сексуальных отношений, он говорит, надо жениться. И что он подразумевает? Жениться и не иметь секса. Потому что в этом случае это еще сложнее, быть в браке и не иметь сексуальных отношений. То есть, зачем он дает наставление? Он понимает, то есть, они будут вступать в отношения. Прабхупада не говорил, так, вы вот сейчас женитесь, но смотрите, не вступайте в отношения, потому что это навредит мне. Пожалуйста, внимательно изучайте наставления Прабхупада. И не слушайте фанатиков. Мы не можем искусственно стать возвышенными. Мы не можем стать кем-таки мы не являемся. Мы начинаем этот процесс, и мы, следуя этому могущественному процессу, постепенно возвышаемся. И не надо избавиться от чувства вины. Очень часто, то есть, большая проблема в ИСКОН, это несовместимость в семейных парах. И когда семейные пары обращаются к духовным учителям, говоря о своей несовместимости, им также могут отвечать, что это даже неплохо, это позволит вам легче друг от друга отречься. И приводится в пример Шилы Прабхупады, когда его отец давал ему такие наставления, жениться, брать девушку, которая ему не нравится, меньше-меньше нравится, для того, чтобы легче будет потом принять саньясу. То есть, это будет даже легче для вас, чтобы разрушить друг друга. Я имею в виду, что это очень легче, когда его отец говорит ему, что он не любил, потому что он будет иметь саньясу. Лучше завтра, да, этот вопрос? Потому что я буду говорить о женской жизни завтра. Я сказал, что вы, возможно, завтра не сможете, да, прийти? То есть, мы должны приложить все усилия для того, чтобы поставить Кришну в центр. Проблема, то есть, факт заключается в том, что мы все неквалифицированы. То есть, потому что мы все обусловлены. И в каждом необходимо очищение. Но у нас есть могущественный процесс саддхана. И если мы делаем Кришну целью нашей жизни, то вот эта материальная сторона жизни становится легче ее терпеть. То есть, если я до того момента, пока я нуждаюсь только в чувственном удовольствии, обратная сторона этого — это постоянные страдания. То есть, принцип таков, что если мы хотим какого-то материального счастья, мы также должны получить материальные неудобства. Беспокойство. Вопрос о том, да, все, в современном мире практикуются однополые браки. Могут ли они приступать к практике, когда они... Стоит ли им помогать в практике сознания Кришны или игнорировать просто их? Да. В современном мире, это часто бывает, что люди участвуют в моно-секу, хомо-секу, хомо-секу... Активити. Я не чувствую себя квалифицированным, чтобы ответить на этот вопрос. Я не чувствую себя квалифицированным, чтобы ответить на этот вопрос. Есть один из моих духовных братьев, который изучал этот вопрос и, ну, в какой-то степени прояснял эту тему. Сознание Кришны означает, что должно быть место для каждого. То есть, реальность такова, что есть люди с подобной ориентацией. Прабхупада объясняет, что если женщина слишком сильно привязана к мужчине, то в момент смерти она получает мужское тело, но сохраняет привязанность к мужчине. Или так же происходит наоборот. Вот эта чрезмерная привязанность выражается в этом. То есть, как сказалось, человек может начать только с того места, где находится. Но проблема только в том, что в этих отношениях уже нет возможности применить, то есть вмонтировать сексуальные отношения в сознании. Кришной. Прабхупада об этом говорит, что вот гомосексуальность — это очень-очень сложное проявление майи, его очень сложно преодолеть. То есть, то, что мы можем сказать — это помочь, посоветовать им принять эту практику садхана-бхакти и приложить максимум усилий и посмотреть на результаты. Как это у вас? — Если брак не закреплен яги, он считается вообще законным? — Ну, зарегистрированный, да? — Он зарегистрирован как бы. — Ну и без яги. — 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 Да? что пропадо бывало отправлял преданных в загс чтобы зарегистрировать брак вопрос правильно ли использовать социальные сети в интернете для для подбора партнеров нет у меня нет опыта я не могу сказать лучше астролога использовать то есть проблема то в чем что там то есть там происходит что люди привлекаются друг другом на основе вот этого стремления к чувствному наслаждению а это уже является ложной платформой для взаимодействия сэквэшен табалл завтра спросите этот вопрос вопрос заключается в том не являются ли утверждения частые утверждения духовных учителей о том что отношения от сексуальных отношений нужно отречься каким-то пугающим фактором для людей находящихся под влиянием страсть и невежество как с точки зрения проповеди сознания кришны так и с точки зрения то есть внешней проповеди и внутренней проповеди сознания кришны вот так фанатизм ханатизм я думаю что в этом мире ханатизм ханатизм многие люди в том числе в том числе а в том числе и а в том числе и это statesman statements by spiritual masters that one should completely there's only way to to go back to back home to God it to renounce completely that and is it there is it a like problem factor for for example for the external preaching and internal preaching I mean to when we preach to when people outside they hear about it they are afraid of of the practice and as and all and already in the society people are for example a Prabhu he gave his own example and he's in the mode of passion he thinks and for him it's also a fearful factor like to to how to so and he excuses himself in before those masters those spiritual masters and he he wants you to clarify that that is it a problem get married this practically everybody needs the union of a everybody needs a spouse again artificial renunciation is condemned by our acharya's and if a spiritual master expects you to begin at the end I recommend that you find another spiritual master and as far as preaching I agree with you а что касается проповеди я могу согласиться when people hear that you only have sex for procreation once a month most people think impossible то есть если ну это факт что если мы говорим людям что секс только для зачатия раз в месяц большинство людей чувствует это невозможно and it is impossible for them потому что для них это невозможно реально so what do they do they don't have spiritual life at all и что им делать не иметь вообще никакой духовной жизни no you give them a place to start то есть нет нужно им дать место откуда начать so it seems it seems I have to make this point again and again and again and again кажется что нужно снова и снова делать это утверждение we have to begin from where we are at нужно начать с того места где мы находимся we deal with our material side of life нужно в чистым образом отправлять свои материальные потребности ok when we say that a married couple is going to have sex we don't mean that they have unrestricted recreational sex recreation like for recreation you know like well ok what do we do tonight oh let's have sex we'll find то есть когда мы говорим что семейные пары имеют сексуальные отношения мы не имеем ввиду сексуальные отношения как развлечение да ежевечернее да просто I'm not encouraging unrestricted sense gratification то есть надо понять я не я не проповедую неограниченные сексуальные отношения you keep it to a minimum то есть идея в том чтобы сохранять как раз говорилось в том чтобы держать их на минимуме but don't ignore it and don't try to repress it и в то же время не игнорировать не пытаться подавлять и постепенно этот минимум он будет снижаться и просто нужно продолжать процесс концентрироваться на Кришне и постепенно придет способность отказаться от этого and again I'll emphasize this point that as long as we have the consciousness of being an enjoyer that I'm enjoying this world we will not be able to control the mind or the senses и также об этом говорилось сегодня того момента пока у меня сохраняется психо настроение наслаждающегося в этом мире я не буду способен контролировать ум и чувства поэтому это нужно изучать послушайте вчерашнюю лекцию и надо это практиковать и постепенно увидишь, что со временем все это станет очень естественным вы постепенно достигнете уровня, на котором вы даже не думаете о сексе это возможно что имеется ввиду под подавлением и что будет, если будешь подавлять? подавление означает, что в уме я медитирую, я думаю о сексе но внешне я как бы держу, контролирую свои чувства Кришна в Бхагавадгите говорит, это очень глупо, это не приведет к успеху человек не может продолжать медитировать на объекты чувств и при этом быть непривязанным то есть если мы медитируем на объекты чувств, мы привязываемся к ним поэтому первое дело, особенно в сексуальной жизни, это контролировать ум но это требует, на это нужно время поэтому нужно практиковать в лекции говорилось о том, что сексуальная энергия накапливается и нужно ее каким-то образом направлять но что делать человеку до вступления в брак и когда у него уже накапливается эта энергия, да, каким образом ее использовать, да, можно так сказать что с ней делать в вашем лекции вы говорили, что сексуальная энергия имеет значение когда уже есть проц то есть время распростран Testing то есть время путьamaan LEE то он должна быть со мной какие-то я поражал как ест не Xbox и не А мудрецы, они обладали, они знали, как эту энергию поднять, как ее перевести в мозг. Я бы хотел кого-то найти для вас, чтобы кто-то вас научил это делать, но я никого в данный момент не знаю. Лучше найти партнера и принять ответственность. Завтра поговорим о семейной жизни в сознании Кришны.